Смоленская АЭС Стартовал отбор участников чемпионата профессионального мастерства. Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома». На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил и главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, на втором блоке третья машина в работе. Суммарная нагрузка 2574 мегаватта. Четвертая машина продолжается ремонт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 23 дня сентября составила 1 млрд 252 млн кВч электроэнергии. Всего с начала года выработано более 12,6 млрд кВч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 18-19 сентября 2019 года на Смоленской АЭС прошли самые крупные в году комплексные противоаварийные учения. В учениях были задействованы более тысячи человек. Персонал атомной станции, специалисты группы оказания экстренной помощи атомным станциям, кризисных центров Росатома, концерна «Росэнергоатом», сил и средств МЧС, Минобороны, ФМБА России, поддерживающих институтов и научных центров, органов власти. Задействовано несколько десятков единиц спецтехники. За учениями наблюдали иностранные специалисты из Франции, Южной Кореи, Финляндии, Египта, Чехии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, а также представители СМИ. Это наиболее масштабная тренировка сил и средств, которые будут задействованы в случае возникновения какой-то нештатной ситуации на атомных станциях. Та техника, которая здесь есть, это полный комплекс техники, который позволяет реагировать на любые нештатные ситуации на атомной станции. Согласно сценарию первого дня учений, отрабатывались весьма гипотетические и невероятные сочетания нескольких неблагоприятных событий, природные катаклизмы и отказ систем сразу нескольких энергоблоков. В рамках тренировки персонал атомной станции произвел развертывание мобильной противоаварийной спецтехники по восстановлению энергоснабжения и системы охлаждения оборудования, передвижных, дизель-генераторных и насосных установок. Также были отработаны практические навыки по организации и проведению работ по условной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации условно пострадавшего с энергоблока АЭС и эвакуации персонала атомной станции. Действия, предусмотренные сценарием второго дня учений, проходили на нескольких рабочих точках. Подразделения пожарно-спасательной части номер один, обеспечивающие защиту Смоленской АЭС, продемонстрировали практические навыки потушению различного вида возгораний и оказанию первой помощи пострадавшим. На специально отведенной территории отрабатывались практические мероприятия по дезактивации техники и санитарной обработке персонала атомной станции. В Десногорске и поселке Ершичи Ельинского района развернулась работа условных эвакуационных пунктов. Чем важны учения, ведь к нам сюда приезжает, не только мы участвуем, да, мы участвуем, мы видим свою работу, но к нам приезжают профессионалы. Профессионалы видят нашу работу, видят нашу работу, и если видят, что необходимо где-то внести коррективу или, скажем, изменить определенный процесс на прохождении событий, они нам рекомендуют, мы их принимаем. Учения проходят успешно, коллектив добросовестно отрабатывал все вводные, знания хорошие, все задачи выполнены. Я бы дал отличную оценку данному мероприятию, потому что оно подтверждает, что вы действительно готовы к аварийному реагированию. Вы готовы наладить связь между станцией, кризисными центрами и Росатомом, которые помогают и поддерживают станцию в решении этой ситуации. Все организовано очень хорошо, и я это вижу. Эти учения не первые на Смоленской атомной станции. В другом формате точно так же городские службы участвуют в учениях, и знания, умения и навыки совершенствуются. Соответственно, силы и средства городские, они точно готовы к проведению этих учений. В ходе этих учений были задействованы наши подразделения, расположенные непосредственно на Смоленской атомной станции. Это силы врачебного здравпункта. Эвакуация пострадавших осуществлялась силами скорой помощи, медико-санитарной помощи. В ходе учения мы отрабатывали сбор радиологической бригады, травматологической бригады и оказание помощи пострадавшим при этих учениях. Все получилось, навыки отработаны, закреплены. Андрей Дементьев оценил учения на хорошо, отметил высокий уровень подготовки участников комплексно-противоаварийных учений и взаимодействия всех служб и ведомств. Руководитель учений подчеркнул, что одна из главных задач проведения тренировок – выявить области для улучшения, поэтому будут тщательно проанализированы результаты и намечены действия по дальнейшему совершенствованию системы противоаварийной готовности. СМОЛЕНСКОЙ АЭС Чемпионаты позволяют выявлять людей неравнодушных, людей к чему-то стремящихся, и, в общем-то, это показывает, что будущее у нас есть, есть кому дальше вести в отрасль. Соревнования по международной методике руководство отрасли используют, чтобы развивать компетенции, необходимые для выполнения поставленных задач и достижения стратегических целей, открыть персоналу доступ к новым технологиям. По словам заместителя директора Анатолия Терлецкого, у всех есть возможность проявить себя, показать свои знания и умения, дойти до победы. Все зависит от инициативы и лидерства. Более того, работники, готовые взяться за что-то более сложное, чем должностные обязанности, имеют больше шансов на продвижение по карьерной лестнице. Важно знать об обязательном условии дивизионного чемпионата. Участвуют конкурсанты и эксперт. Экспертом может выступать высококвалифицированный мастер, ведущий инженер, непосредственный руководитель. Он помогает готовиться, потом участвует в судействе, контроле соблюдения правил, подведении итогов. Пришел новый утвержденный регламент WorldSkills High Tech. В нем отменен возрастной ценз. На текущий момент к чемпионату допускаются конкурсанты в возрасте от 17 до 49 лет включительно. То есть возраст 50 плюс уже попадает в навыки мудрых. Те, кто пройдет отбор, участвуют в чемпионате электроэнергетического дивизиона RealSkills 2020 с 17 по 21 февраля. Лучший представит Росэнергоатом на отраслевом чемпионате AtomSkills. Затем из победителей будет сформирована сборная Росатома на национальный чемпионат WorldSkills High Tech, а также DigitalSkills и навыки мудрых 50+. Между чемпионатами идет серьезная подготовка на местах и с выездами в центры компетенций. 18 сентября во всех городах-участниках проекта «Школа Росатома» проходит муниципальный этап метапредметной олимпиады. В ней в этом учебном году принимают участие 318 команд. Это ученики 5-8 классов. 20 городов-участников, сотни умников и умниц. Метапредметная олимпиада школы Росатома призвана выявить как самых-самых, так и тех, кому еще стоит посидеть за учебниками. Муниципальный этап в Десногорске прошел в третьей городской школе. Искренне желаю вам всем показать на этой олимпиаде наилучшие результаты, достичь максимума своего, то, на что вы способны. Семь команд и 28 мальчишек и девчонок их ожидало непростое, но увлекательное испытание. Отречительная особенность метапредметной олимпиады показать детям, что школьное образование дает больше, чем знание правил и формул. За время учебы дети приобретают навыки анализа информации, логики, умение отстаивать свое мнение и работать в команде. Тут надо найти какого-то специального героя, которого написано неправильно фамилия. Скорее всего, потому что этот специальный герой сразу после интервью попросила на листочке написать, что мы были у меня. Известно, что это неправильно, так как мы отборные умогательные нарушения. Команды составлены из детей разного возраста. Из четырех человек участвуют по одному ученику из пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. У всех учеников разный багаж знаний по школьным предметам, разный жизненный опыт и характер. Как применят ребята свои знания и как быстро найдут взаимопонимание и зависел успех, оценивала знания конкурсантов и подводила итоги испытания авторитетное жюри. Место номер три заняла у нас команда под номером три один. Все ребята получили дипломы участников, независимо от полученных результатов. Но призеров, тех, кто справился не только с формулами, но и с работой в команде, оказалось трое. Отстаивать же честь Десногорска в финале конкурса будут ученики третьей школы. Задания были разные и повышенные сложности, можно так сказать. Но все они были очень интересные. И мы решали их всей командой. Нам было также очень интересно их решать. И мы все, можно сказать, сблизились, подружились, познакомились. И я бы еще раз с радостью повторила бы это все. Какие нужны были знания, чтобы победить в этом конкурсе? Ну, наверное, самое главное, тут команда считаться с чужим мнением и вообще, в принципе, опыт. Победа в муниципальном этапе – часть большого, интересного и полезного пути. Этих детей в марсе ждет финал метапредметной олимпиады, который пройдет в одном из городов участников. А такой уникальный жизненный опыт – это, безусловно, прекрасный шанс для личного и профессионального роста ребят. Наши дети, ежегодно участвуя в таких мероприятиях, всегда возвращаются из поездок счастливыми, довольными, окрыленными, с мотивацией к получению новых знаний. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 27 сентября 18.00 на втором этаже реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС пройдет открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда». 28 сентября 9.30 – открытое первенство по гребле, посвященное Дню работника атомной промышленности и освобождения Смоленщины. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.